Телеканал КРТ представляет Тогда вряд ли его осудят По поводу, если серьезно говорить То знаете, в этой кинокомедии классической Там была такая фраза Кто нам мешает, тот нам поможет Вот сейчас критическое время для очень многих отраслей Но для того, чтобы привести в порядок дороги, которые у нас убиты То есть практически пустые дороги Даже больше, скажу, для того, чтобы снести девятиэтажку И построить на ее месте высотку Не нужно ни одного доллара Ни одного доллара У нас все отечественные строительные материалы У нас вернулись сотни тысяч людей, которые готовы Дайте только работу, они пойдут эти заработчане работать Ведь у нас же много безработных на Украине И шансов вернуться в ближний рік закордонных немае? Конечно, конечно Так я же говорю, у нас много людей, которые считаются безработными Числятся, они безработные не потому, что у них работу не могут найти Потому что не хотят Не хотят, не хотят А даже без теневой занятости Ну у каждого из нас, я думаю, есть несколько человек Которые непонятно на что живут, но не работают Вот Поэтому, смотрите, вот Это Гаврилевичков в свое время сказал Смотри, на это не нужно ни единого доллара И идем дальше То есть, есть девятиэтажки, есть дороги Есть, в конце концов, то, что нас пугают этим И это действительно так, десятилетиями изношенные сети Коммунальные сети Машины проваливаются, кипяток на улицу Ну так берите их и делайте Для этого не нужно ни одного доллара Нужно за это заплатить деньгами Выпустите ограниченную эмиссию Для того, чтобы эта эмиссия не вызвала виток инфляции Свяжите ее Чем связать? Продуктами У нас же даже картошку мы последние годы покупаем в Египте Так если вы держава Вот тут я совершенно с вами согласен Функция державы Это защищать Если вы держава, вы должны предвидеть Что сейчас, к осени, будет критическая ситуация с продовольствием Мало что вырастет, а то, что не вырастет На что сажать, где семена Дайте сейчас госзаказ сельхозпроизводителям Дякую От Вася, вы как песимист, ну я вважаю реаліст багато в чому И зустрели такого типового украинского оптимиста Який вважает, что то же держава не помогает И не выполняет функции, социальные функции державы Бо передачу Конституцию, что Украина это и социальная держава Вот он говорит, что ничего страшного Давайте вытрачайте свои деньги, нам не нужно допомоги Можно гвоздь из таких людей сделать Лучше бы гвоздь Он сказал, что нужно слушать людей в белых халатах У нас два главных человека в белых халатах Два фельдшера Яро придерживаются того, чтобы была у нас все-таки медицинская реформа Закрыть все эти туб-диспансеры Мы же собственно Их уже разогнали Их уже разогнали Их уже теперь не соберешь У нас сделали главного санитарного врача без санитарной службы Это как главнокомандующий без армии Сам себе вперед, сам себе выговоры Речь-то идет о том, что Страной правит ООО Но не общество с ограниченной ответственностью А общественно опасная организация Не подконтрольная народу Давайте так, без антиконституционных А здесь ничего антиконституционного Я каждое свое слово могу объяснить и объясню Мы выбрали людей Конституционным образом Но у вас случается такое, что вы идете, скажем, к зубному врачу Но уже сев в кресло, убеждаетесь в том, что он вам не лечит зубы, а калечит То есть вы встаете и говорите Спасибо, я ничего не имею против Но я свои зубы понесу вместе с собой в другое место Мы наконец-то убедились в том, что можно выбрать власть без сожженных шин, без раздачи гречки И выбрали И мы убедились в том, что можно выбрать такую власть, которая явится монобольшинством И не будет между собой делить вот эти вот портфели, а наконец придет Осталось только понять, что вот это монобольшинство, оно должно работать нам на пользу, а не на вред Вот это все У нас сейчас, вот это ООО, которое сказал Ведь смотрите, пришел министра экономики поставили Который за неделю Куманский, да? Куманский Который за неделю сказал Ребят, да деньги-то все есть, можно нигде не брать Вот 10 миллиардов в месяц мы профукиваем Куда дели Уманского? Даже не объявляя ни конкурс, не заслушивая парламент, ничего, его быстро и убрали Поэтому То, что делается в последнее время Ну по уму они это делают Или по глупости От этого в конечном счете не легче Потому что благими намерениями Но сейчас Все обсуждают вот этот принятый закон о земле Я совершенно на это даже внимания не обращаю Ну дурацкий закон, как приняли, так и отменят Но упустили самое главное Возможность разобраться с МВФ Абсолютно на лицо форс-мажор Которым можно было оперировать и уйти от этих Сейчас я закончу, Руслан, смотрите У нас еще при том, что мы не вошли в коронавирус Во все эти дела Мы говорили, что мы 30% бюджета Тратим на обслуживание внешнего долга Сейчас бюджет этот сократился Как минимум процентов на 20 А величина константа Сумма внешнего долга остается той же самой То есть мы сегодня уже из своего бюджета Отдаем не 30%, мы даем Дай бог 50 Как они с этим собираются?